Есть еще один раздел европейской статистики, в котором украинцы уже традиционно на первых местах. Контрабанда. Сигареты, древесина, янтарь, наркотики, что только не помогают переправить Евросоюз граждане нашей страны. И регион-лидер по контрабанде – Закарпатье. Там уже второй день продолжается масштабная спецоперация пограничников. Десятки обысков, сотни силовиков, даже авиацию привлекли. Что уже удалось установить правоохранителям и кто теперь сядет за крышевание контрабанды, все детали знает Марина Коваль. Меру пресечения бывшей начальницы управления геокадастра Береговского района Эрики Шинкевич избирали целый день. Поменялись три судьи и под вечер наконец появилось решение. Чиновницу отправили под домашний арест с браслетом, хотя прокуроры требовали два месяца в СИЗО. На сегодняшний день до судового расследования еще все особи причины до вчинения указанного злочину не установлены. И так Шинкевич Эрика Йосипевна может впливать на сведки. Эрик Ушинкевич подозревает в причастности к незаконной схеме приватизации части границы. Участка прямо на кордоне с Венгрией. Сама чиновница говорит, земли эти сельхозназначения, а значит их можно было отдать частникам. Не было никаких знаний о зарегистрировании государственных актов за Мукачевским прикордонным загоном. Я не могла знать, что там есть государственный прикордон Украины и есть линия инженерно-технических споруд, если она не была вказана в веке землосторий, чтобы введение земельных деятельностей. А вот в прокуратуре уверены, чиновники просто использовали лазейку в законодательстве, чтобы отдать земли в частные руки. Земли в межах прикордонной смуги належат до земель обороны, так как это прикордонная смуга. Лише посадовые особи Держземагентства наделены повноважениями и их посадовыми обвязками, вызначено, что они повноважены и должны знать про это, до какой категории земель указанной земли належат. Приватизированные земли расположены прямо возле границы с Венгрией, за селом Великая Быгань. Это полоса шириной 2-3 метра, протяженностью чуть больше 5 километров. Сначала территорию поделили на 27 участков и раздали разным людям. Но позже все они оказались в руках одной семьи Горват. Местные жители говорят, один из братьев депутат сельсовета, другой возглавляет фермерское хозяйство. Но правоохранители уверены, что это только прикрытие. На приватизированных землях ничего не выращивали, территорию оградили и даже установили вышки. Частная граница была оборудована по последнему слову техники. Камеры слежения, приборы ночного видения и тепловизоры. Охранники следили за пограничниками и сообщали, когда лучше переправлять контрабанду. Вчера дома у Атилы Горвата провели обыск. Прибыли военные с автоматами, пригнали и бронетехнику. Кроме того, правоохранители провели более 100 обысков в разных местах. Нашли 2 килограмма наркотиков, пачки с деньгами, гривны, доллары, евро. По слухам, задержали самого Атилу Горвата и еще несколько человек. Но официально военной прокуратуре эту информацию не подтверждают. Марина Ковальдюри, Ковалев, подробности недели, телеканал Интер, Закарпатье. Вполне возможно, что вот такую активность пограничников спровоцировали новости о рекордах фискальной службы. Украинские фискалы в этом году перевыполняют план на десятки миллиардов гривен. И на конец этого года Кабмин ожидает от них на 150 миллиардов гривен поступлений больше, чем удалось собрать в прошлом году. Одни только таможенники смогли обеспечить плюс 60 миллиардов гривен. Продолжение следует...